здравствуйте дорогие коллеги рада вас приветствовать в прямом эфире жду когда вы присоединитесь и будем с вами начинать отлично вижу первых зрителей всем добрый вечер меня зовут наталья чечневая технолог компании на на профессионал и в сегодняшнем эфире мы с вами посмотрим новые оттенки ультра жестких баз я уверена что вы уже полюбили эти материалы за их универсальность и мы продолжаем расширять линейку и у нас вышло целых восемь новых оттенков сегодня с вами сделаем выкраску посмотрим мастер-класс с применением новых цветов и также хочу вам напомнить о том что с сегодняшнего дня у нас на странице проходит конкурс и вы можете стать одним из победителей и выиграть оттенок на ваш выбор поэтому участвуйте обязательно правила крайне простые поэтому читайте условия конкурса принимайте участие 2 числа мы подведем итоги и выберем нескольких победителей также пожалуйста напишите все ли хорошо со звуком хорошо ли меня слышно и мы с вами будем начинать что касается самих ультра жестких баз то мы выпустили 8 новых камуфлирующих оттенков и так как обычно камуфляже это очень популярные цвета то мы выпустили их в двух объемах это стандартный флакон 15 миллилитров и также 30 миллилитров для тех кто работает с большим потоком клиентов и соответственно вам нужен объем больше поэтому и тот и тот объем уже доступно на нашем сайте также при покупке вы можете пользоваться промо кодами наших подавателей для того чтобы получить скидку например мой промо код чечнева даст вам скидку на весь ассортимент включая новинки поэтому если хотите что-то приобрести просто можете это сделать ну а мы с вами начнем и давайте сейчас с вами будем делать выкраску я взяла образцы цветов для того чтобы вам во флаконах в баночках было лучше видно каждый оттенок и начнем мы с вами с первого цвета это номер 35 вот такой вот красивый нежный розовый камуфляж один из наверное самых универсальных цветов отлично подойдет под френч и как под как со светлой кожи так и загорелым будет отлично смотреться и давайте посмотрим выкраску и как раз вот так вот рядышком поставлю обязательно баночку это так скажем вариант такого такой пробный но я специально их взяла дни флаконы для того чтобы вам было удобно смотреть как собственно выглядит каждый оттенок и сейчас я попробую сфокусироваться чтобы фокус у нас оставался на типсе что касается ультра жестких басту конечно же сейчас будет очень хорошо видно виден и цветы и консистенция материала я думаю что многие из вас уже работали с этими материалами поэтому вы прекрасно знаете что у них консистенция средний то есть мы не делали этот материал густым это действительно по по работе по ощущениям то как вы работаете с обычной базой для гель-лака материал очень быстро выравнивается он очень комфортный в работе то есть вам не надо как вы видите здесь долго выравнивать поверхность материал делает все за вас и вы можете работать обычной стандартной кисточкой которая есть во флаконе вот такая вот коротенькая она я сейчас как раз ей работаю и это кисть очень удобно для работы с данными базами потому что она очень хорошо выравнивает и иногда можно даже не пользоваться тонкой кистью только если например нанести данный материал в область кутикула этого будет достаточно вот такой вот цвет красивый получается и я сейчас буду использовать вот такую вот портативную лампу для того чтобы как раз не пользоваться классической лампой на самом деле вот эта лампа портативная на хорошо достаточно просушивать материалы и для первичной полимеризации и можно использовать особенно при работе с верхними формами она отлично идет также в принципе вот все наши ультра жесткие базы она просушивает на всю глубину поэтому можно ей пользоваться но конечно же это вариант только для первичной полимеризации в дальнейшем вам необходимо досушивать материал уже в обычной лампе для того чтобы полностью полимеризация прошла но для того чтобы просто вот цвет зафиксировать и а дальше отправить уже клиенту в лампу она очень хорошо подойдет и так давайте посмотрим следующий оттенок это номер 36 более такой насыщенный розовый цвет уже более теплый и более темно чем 1 я думаю что мы сейчас с вами сделаем следующим образом я буду оставлять баночки в кадре чтобы у вас как раз было представление обо всех оттенках мы сделали также эту консистенцию такой не очень густой для того чтобы было удобно данным материалом моделировать так можно ли приду приобрести у нас эту лампу вижу ваш вопрос данную лампу вы можете приобрести на marketplace ах мы не ее не продаем вы можете просто в поисковике набрать лампа для маникюра и она вам выдастся достаточно быстро иногда еще можно увидеть что написано лампа для проверки денег она также для этого подходит но это на самом деле хорошая лампа для полимеризации поэтому смело ищите ее на marketplace ах она действительно очень многих продавцов там есть поэтому мы соответственно не вводили его ассортимент потому что ее легко приобрести у любых продавцов сейчас вам еще разочек и и покажу давайте с вами зафиксируем пока этот цвет вот таким образом он выглядит и покажу вам сейчас саму лампу вот так вот она выглядит поэтому ориентируйтесь на вот такую вот фотографию но их действительно очень очень много и так давайте сейчас буду оставлять в кадре те цвета которые мы уже с вами выкрасили для того чтобы было все наглядно и вы сможете их смотреть ну а следующий оттенок номер 37 давайте сравним конечно с предыдущим цветом то есть он уже более теплая так скажем у нее есть небольшой бежевый потом если здесь такие более розовые цвета то соответственно этот оттенок более теплой и также сейчас с вами его выкрасим как видите все цвета достаточно плотные то есть этот камуфляж хорошо будет перекрывать область кутикулы полностью если вам нужен чуть более прозрачный оттенок вы можете обратить внимание на нашу базу супер стронг у нее нейтральный такой вот телесный чуть прозрачный цвет красиво она смотрится и она также есть у нас на страничке мы используем ее часто мастер-классах но я думаю что ближайшее время мы сделаем какой-нибудь эфир и покажем ее вам в работе как вы знаете ультра жесткие базы отлично подходят для моделирования и на верхних и на нижних формах то есть вы можете поставить обычную классическую форму и смоделировать полностью длину она подходит для моделирования любой длины так как это действительно ультра жесткий материал по жесткости он в тонком слое около 1 миллиметра превосходит гели потому что классические гели в этом слое они либо более эластичные либо они еще ломаются им нужно нужен более толстый слой для выкладки для того чтобы они действительно были жесткими данная база даже в слой 1 миллиметр она уже очень жесткая но а если ее выложить тоненько в области кутикулы то она будет эластичной парадокс казалось бы да вроде бы она должна в тонком слое ломаться но нет она достаточно эластична на эластичнее классического геля который ломается в тонком слое у нас как раз недавно было был эфир посвященный свойствам и отличиям данных материалов и там как раз я подробно рассказываю об этом и поэтому данный материал можно наносить в области кутикулы достаточно близко к кутикуле как гель-лак и при этом там не будет от слоек это очень важный момент потому что гели классические когда мы с вами моделируем мы должны делать отступ от кутикулы для того чтобы потом там не было отслойки сводить там а материал к минимуму но мы переходим к следующему оттенку это номер 38 посмотрите уже такой достаточно теплый камуфляж красивый бежево розовый оттенок с преобладанием бежевого и сейчас также посмотрим его непосредственно на типсах что касается подготовки ногтевой пластины то одна стандартная и сейчас мы будем сами смотреть мастер-класс я вам еще разочек покажу заострю на этом внимание ну а что касается подложки то вы можете использовать абсолютно любой материал на абсолютно любую базу для гель-лака в качестве подложки под ультра жесткие базы мы рекомендуем наши базы все это и бют cotton и эластик и файбер они все одинаково хорошо подойдут для подложки и обращаю ваше внимание на то что подложку эту не надо носить очень тонким слоем то есть вы можете сначала втирающими движениями нанести базы и затем добавить небольшой объемчик совсем такой вот чтобы была как такая вот подушечка эластичная до бежно жестким материалом и поверхностью ногтевой пластины то есть вы делаете ну конечно небольшой объем как при выравнивании да но и не совсем тоненько наносите и соответственно после этого полимеризуйте в лампе и далее работаете уже с ультер жесткой базы такая последовательность работы и также обращайте внимание на то чтобы база для гель-лака была нанесена полностью на всю ногтевую пластину не было никаких проплешин так как ультра жесткие базы в своем составе не содержит мономеры которые отвечают за адгезию отдельно и соответственно данные данный материал если он просто будет нанесен на ноготь без какой-либо подложки конечно же он даст отслойки но это и объяснимо да потому что нет непосредственно компонентов которые будут создавать адгезию поэтому данном случае мы рекомендуем делать подложку и также обращаю ваше внимание на то что подложку это можно наносить не совсем таким тоненьким слоем а делать чуть чуть потолще так скажем ее вот и также обязательно смотрите чтобы база для гель-лака была полностью нанесена на всю ногтевую пластины без каких-либо проплешин наносим с вами следующий оттенок это номер 39 он еще теплее это такой вот уже оттенок так скажем классический бежевый я бы не назвала его с оттенком с розовым потоном его уже здесь нет он подойдет для более теплых оттенков кожи но он все еще достаточно нейтральный для холодных оттенков я думаю что тоже он будет хорошо смотреться как раз у нас был недавно совсем запрос на вот такой вот камуфляж без розового подтона и мы его выполнили потому что какие цвета нужны и действительно камуфляжей собственно камуфляжей мало не бывает и каждый клиент найдет что-то свое поэтому мы стараемся палитру нашу обязательно расширять и делать дополнительно какие-то камуфляжа соответственно вы можете выбрать тот оттенок который вам необходим который понравится вашим клиентам и которого нет еще в вашей палитре а все оттенки создается нами самостоятельно наш арт-директор лариса львина колдует всегда над каждым оттенком делать его таким чтобы он действительно красиво смотрелся посмотрите такой красивый оттенок нейтральный так и вижу следующий вопрос а есть ли ультра жесткие базы в больших форматах то конечно вот такой вот большой формат это объем 30 миллилитров баночка если вам не хватает объема соответственно 15 миллилитров во флаконе вы можете приобрести вот такой большой объем 30 миллилитров его хватает очень надолго и опять же в баночке удобно обычно работать с материалом я люблю именно такие форматы имеются большие форматы во первых потому что их надолго хватает и плюс к этому конечно же вы можете полностью выбрать весь материал но кому допустим не нужен такой объем можно приобрести 15 миллилитров и так также давайте посмотрим следующий оттенок это номер 40 уже вот такой вот теплый оттенок карамельный очень красивый он уже подойдет для загорелой кожи для более теплых оттенков на холодных оттенках кожи он будет наверное темноват но опять же здесь все зависит от предпочтений вашего клиента но вот как мне кажется он для более теплых оттенков кожи будет просто идеален и также на лето когда кожа загорелая он будет очень красиво смотреться вот такой вот красивый карамельный оттенок тоже обратите на него внимание потому что сейчас перед летом вот такие вот камуфляжи они тоже очень хорошо подойдут сейчас его нанесем чуть-чуть поплотнее она в принципе даже вот такой вот небольшую толщину цвет наносится уже очень плотный самое главное вы видите быстро выравнивается и при этом он особо никуда не растекается то есть мне не надо быстро переворачивать типс потому что он он хорошо держит форму он быстренько не так скажем не разъезжается по бокам и у вас есть время для того чтобы нанести поправить какие-то мелкие особенности выровнять блик и только после этого ставить в лампу то есть данный материал подойдет для работы в технике без опила это тоже очень важно можете сразу выложить материал и соответственно далее уже делать какой-то дизайн ну а мы с вами давайте посмотрим два оттенка шиммером очень красивые цвета это номер 41 и 42 они у нас появились продажи вчера вот такой вот красивый оттенок 41 это холодный розовый с мелким золотистым шиммером у нас еще в линейке есть оттенок номер пять но они отличаются все если вы как раз сравните он не похож на этот цвет а вот этот вот оттенок он такой достаточно светлый молочно-розовый конечно же в баночках они вы более насыщенно мы сначала наносим его тоненьким слоем и затем делаем легкое выравнивание цвета очень красиво смотрится золотистым шиммером так что тоже обратите на них внимание для тех кто например не хочет делать классический камуфляж что-нибудь хочется поинтересней более блестящий какой-то вариант как раз этот вариант подойдет очень хорошо потому что классические камуфляжа это конечно же самый такой вот самый популярный вариант но иногда клиентам хочется разнообразие они просят например какие-нибудь блестки и такой вот камуфляж отлично подойдет и в качестве основы под френч тоже он будет хорошо смотреться также переворачиваю типс материал сам выравнивается то есть ему не надо помогать я сейчас видите не работают тонкой кистью мне достаточно кисти из флакона для того чтобы получилось вот такое вот хорошее быстрое выравнивание также сейчас зафиксирую немножечко цвет и мы с вами посмотрим последний оттенок это номер 42 это молочный золотистым шиммером шикарный цвет очень красиво смотрится очень нежный совсем недавно как раз я уже делала его на своей клиентке мне очень понравился этот оттенок мне все это надо и побольше и на я с вами полностью согласна потому что каждый цвет на него смотришь и понимаешь что он очень необходим в работе особенно камуфлирующие оттенки которых действительно их не бывает мало также как красных цветов любой любая клиентка найдет тот цвет который нужен именно ей вот а что касается ультра жестких басту действительно это очень удобный продукт это продукт универсальный то есть вы можете сделать и укрепление натуральных ногтей особенно если ногти тонкие и вам необходимо как раз дополнительно укрепить архитектуру этот материал отлично подойдет и в то же время для моделирования материал отлично подходит поэтому вам не надо покупать несколько разных баночек одну например базу для укрепление другую базу для моделирования то есть вы одним продуктом может сделать все это удобно и тем более камуфляжа это такие универсальные цвета которым вы можете сделать все что угодно и например как основа под пастельные гель-лаки до какой-то светлый оттенок камуфляжа они отлично подойдут также под неоны можно использовать молочный оттенок вот такой цвет красивый у нас получился с вами и как раз мастер-класс я сейчас буду его использовать сейчас как раз выставлю все оттенки перед вами у нас вышло сейчас восемь новых цветов но это так скажем не предел мы готовим для вас новые оттенки к лету это конечно же обязательный момент потому что ближе к лету очень нужны яркие красивые оттенки и они у нас обязательно будут так ну а мы с вами давайте сейчас как раз посмотрим небольшой мастер-класс и здесь я буду выполнять моделирование на верхних формах снимаю старый материал так что у вас на руках покажу сейчас что у меня сейчас есть подготавливаем ногтевую пластину эти этапы я все конечно же пропустила сделала вот так вот быстро потому что здесь все стандартно пиливаю пилкой 240 грит далее не убираю свободный край как вы видите потому что на верхних формах это удобно на действительно когда мы оставляем свободный край и после этого делаю подготовку ногтевую пластину при помощи дегидратора далее на нашу без кислотный праймер тонким слоем и стараюсь чтобы слои ложились не внахлёст не чтобы ложились рядом друг с другом и после этого перехожу к нанесению базового покрытия здесь я как раз работаю с базой для геля она тоже подходит кстати в качестве база для на данного материала и как видите я наношу как и говорила не сначала тоненьким слоем затем добавляют чуть-чуть побольше материала для того чтобы не образовалась такая вот эластичная подушечка после этого подбирая верхнюю форму но я взяла самый большой размер конечно данный размер притык можно сказать хотелось бы чуть больше но не было я уже не стала не стала выбирать что-то другое далее я наношу на верхнюю форму оттенок номер 42 как раз то что я вам сейчас показывала и я буду делать эффект натуральных текстур я думаю что вы видели у нас такие мастер-классы также я буду использовать черный витраж это тоже наша ультра жесткая база и помимо этого буду использовать плотный светло-желтый цвет тоже из этой линейки поэтому а в данном случае я все цвета наношу такими небольшими капельками стараюсь чтобы объем был небольшой потому что здесь нам не нужен так скажем большой объем так материалы плотные они жесткие соответственно здесь для того чтобы сделать крепкую архитектуру не нужно вносить слишком много материала поэтому обратите на это внимание старайтесь ставить такие вот небольшие капельки и после этого мне остается только нанести поставить верхнюю форму непосредственно на ноготь и зафиксировать материал по поводу фиксирования материала как раз я отдельно потом поговорю с вами как раз я видела вопрос по по еще один вопрос по поводу фонарик сейчас отвечу на него ставим видите немножечко текстура расплывается и затем фонариком я фиксирую материал уже на ногте буквально 4-5 секунд достаточно после этого полимеризую в лампе в течение 30 секунд и на 20 секунде можем его немножечко поджать если вам хочется можно поджать свободный край далее снимаем липкий слой и здесь необходимо опилить свободный край и опилить ступеньку которая получилась потому что форма была так скажем не очень подходила под размер она была узковата и поэтому материал немного вышел образовала такую ступеньку но опять же его вышло совсем немного если конечно же форму нанести много материала тогда у вас ступенька образуется достаточно большая поэтому следите обязательно за этим после опила я добавляю архитектуру потому что немножечко не хватает высоты апекса и я делаю это при помощи прозрачной ультражёсткой базы это номер один так как здесь я хочу сделать вот такой плавный переход чтобы у кутикулы материал был прозрачный и далее уже на выходил в цвет вот такой вот простой дизайн как вы видите я моделирую себе левой рукой я правша и в данном случае мне все равно получилось сделать достаточно неплохие ногти по архитектуре с учетом того что я делала левой рукой далее работаю со слайдерами здесь я наношу базу для гель-лака и на нее фиксирую слайдер в данном случае это очень удобно потому что мы можем с вами двигать слайдер куда надо расправлять складочки то есть с ним по базе получается очень аккуратно так поработать и вы видите что пленочка никуда не разъезжается не рвется и особенно это удобно когда вы сами себе клеить особенно левой рукой да вы можете его пододвинуть и сделать так как вам надо соответственно после этого мы с вами полимеризуем данный этап лапе и перекрываем топом здесь я использовал наш топ глосс плюс и смешала его вот с такими вот белыми мелкими шестигранниками для того чтобы получить топ с эффектом мне захотелось добавить вот такой вот эффект поэтому вот глосс плюс отлично для этого подошел топ and go тоже хорошо подойдет потому что этот топ такой вот он достаточно ну то есть он не жидкий так скажем да он у нее консистенция средняя и соответственно будет хорошо очень держать вот эти вот элементы вот такой дизайн у меня получился и давайте мы теперь с вами как раз поговорим про полимеризацию и видела вопрос по поводу того что у меня было в руках это фонарик как я уже говорила на фонарик для полимеризации а также для проверки денег он продается на marketplace ах вы можете приобрести его в любом маркетплейсе которые вам ближе которые вам больше нравится напишите в поисковике фонарик для 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 маникюра и вам вот выдаст такой вариант поэтому вы можете его приобрести наши базы отлично фиксируется при помощи этого фонарика очень быстро очень комфортно и в данном случае вот это пара верхней формы наши ультра жесткие базы этот фонарик они отлично работают поэтому я вам рекомендую попробовать так давайте почитаю ваши комментарии очень круто получилось большое вам спасибо мне очень нравится такая вот техника дизайна в свое время лариса ильина опубликовала такой мастер-класс мне захотелось попробовать эту технику и она действительно очень легкая она очень быстро получается классно очень смотрится когда вы миксуете вот такие вот плотные цвета с витражами с тоже с витражными ультра жесткими базами у нас четыре оттенка это красный черный фиолетовый и синий обязательно попробуйте если у вас есть они попробуйте вот так вот смешать и действительно получается такие очень необычные переходы цветовые вы например не можете даже на сто процентов спрогнозировать что получится но это всегда очень необычно и очень красиво то есть это такой эффект натуральных текстур так еще раз почитаю ваши комментарии пробовала вашу продукцию лучше не видела буду приобретать еще и на большое вам спасибо за такой отзыв очень приятно читать такие комментарии так также вижу вопрос молочный с шиммером да молочные с золотистым шиммером давайте вот так вот вам покажу чтобы было хорошо видно вот такой вот легкий золотистый шиммер очень красивый деликатный цвет так и давайте сейчас перемотаю до конца комментарии что касается фиксации материала когда вы ставите верхнюю форму давайте как раз я вот сниму покажу на своих ногтях вот вот собственно то что я делала в кадре вот так вот они выглядят когда вы ставите верхнюю форму в кадре я это не показала то есть у меня уже верхняя форма стояла и я фиксировала фонариком конечно материал когда вы ставите верхнюю форму так как материал достаточно жидкий вы не сможете и и так вот удерживать да просто поставили и фиксируете как например это происходит с поле геля то есть здесь был монтаж естественно да потому что неудобно снимать все на себе если вы работаете например с клиентом то вы соответственно ставите верхнюю форму одной рукой держите пальчик другой ставите форму и просите клиента зафиксировать со стороны кутикула да то есть клиент у вас дополнительно фиксирует данные верх верхнюю форму с материалом если вы делаете себе то фонарик можно повесить куда-нибудь например на лампу потому что у него здесь магнитное основание и соответственно он будет висеть вы зажимаете кнопочку форму ставите и включенному фонарику подносите фиксируете это очень важно опять же буквально две-три секунды форма у вас зафиксировалась и вы можете уже переворачивать ручку вы можете ставить в лампу это очень удобно потому что все происходит быстро вот этот момент то есть то что вам необходимо если вы работаете делаете себе вам необходимо куда-то фонарик прикрепить и соответственно его включить заранее и уже непосредственно держа верхнюю форму зафиксировать материал если вы работаете с клиентом то соответственно попросить клиента это сделать обычно клиенты отлично включаются в этот процесс им очень нравится это вот нравится помогать вам всячески поэтому тоже обратите внимание это удобно быстро и что касается например работы с три жесткими базами я уже я на каждом эфире говорю об этом то что мне удалось при помощи этого фонарика ультра жестких баз полностью сделать все покрытие когда у меня во время работы в кабинете отключили свет поэтому данном случае нам не пришлось отменять процедуру не пришлось переносить ее мы выбрали как раз камуфлирующий оттенок ультра жесткой базы и вот этим фонариком полностью сделали ногти с дизайном и моя клиентка отходила с ними пять недель все было отлично отличный материал заполимеризовался несмотря на то что мы использовали такой портативный фонарик но с учетом того что ультра жесткие базы в нем быстро полимеризуются они отлично реагируют на вот такие вот вещи то есть ими можно даже в таких условиях как-то у вас отключили свет все равно быстро сделать покрытие никуда не переносить запись поэтому обратите пожалуйста внимание есть эти материалы не действительно универсальны удобно в работе и для моделирования и для укрепления ногтей не вам подойдут и опять же моделирование на верхних формах абсолютно любая длина также сразу с дизайном можно все это сделать вы видите что это действительно быстро просто и самое главное материал действительно универсальный ну а мы сегодня с вами посмотрели вот такие вот оттенки наши новые восемь камуфляжей конечно же это не предел мы расширяем постоянно палитру это жестко ультра жесткий бас и как я уже говорила каждый оттенок мы создаем сами для того чтобы наша палитра была уникальной и мы всегда дознаемся на ваше предложение поэтому если вам какой-то цвет хочется вы можете нам написать в директ и то есть мы обязательно рассмотрим этот запрос возможно как раз этот цвет и появится в нашей палитре в ближайшее время ну а все оттенки ультра жестких бас которые вы сегодня увидели у нас вышли в двух объемах это 15 и 30 миллилитров так как это камуфлирующие оттенки они очень популярны поэтому больших объемах они тоже есть и это отличный вариант для тех кто моделирует часто который кто работает на потоке вот такой вот объем он очень удобен позволяет вам полностью весь материал использоваться из соответственно работать быстро но обычная кисточка от базы который у вас например закончилась как вот например сейчас я работала она вам поможет то есть вы можете либо гелевой кистью выкладывать данный материал либо использовать кисточку из старого флакона это тоже очень удобно поэтому здесь вы у вас выбор такой вот достаточно большой да какой кистью наносить материал потому что они в принципе удобно в работе с абсолютно любой кисточкой и так сегодня мы с вами знакомились с новыми оттенками напоминаю вам также что у нас сейчас на страничке проходит конкурс вы сможете стать победителем и выиграть один из новых оттенков обязательно принимайте участие правилам максимально просты и 2 мая мы подведем итоги поэтому времени достаточно много можете оставлять любое количество комментариев чем больше тем соответственно больше шансов на победу можете хоть каждый день писать новые комментарии вот поэтому я думаю что обязательно вам повезет и кто-нибудь из вас станет одним из победителей и получит любой оттенок на выбор соответственно можете пока подумать какой цвет вы бы хотели выиграть мы часто такие конкурсы проводим среди наших подписчиков поэтому сейчас вот самое время поучаствовать нам большое спасибо за то что были сегодня со мной в прямом эфире за ваши вопросы за ваши отзывы наших материалов за обратную связь это очень приятно если вопросы появляются вы всегда можете написать нам в директ также если будете смотреть данное видео в записи вы можете оставить комментарии под этим видео мы вам обязательно ответим вопросы пишите нам абсолютно по любую теме касающиеся любых наших материалов и я с вами прощаюсь вам желаю хороших майских праздников мы с вами уже встретимся после праздничных дней и сами обязательно обсудим какую-нибудь новую интересную тему подготовить для вас новые мастер-классы ну а данный прямой эфир буду сохранять с вами прощаюсь и всем до новых встреч